всем привет я начинаю новую серию уроков по photon network а в ходе этой серии мы напишем простенький сервер с простеньким клиентом но там будут такие важные аспекты освещены как ивенты и операции так как установить фотон я думаю все смогут но мы все равно это проделаем а вот дальше найти на русскоязычном просторе интернета сложно какие-то уроки вот поэтому и я постараюсь объяснить вам что нужно делать дальше итак в начале мы скачиваем последний сервер sdk в разделе download и и все на этом лицензию мы не качаем так как в папке сразу идет лицензия которая разрешает подключение 20 клиентам одновременно вот если кому-то вдруг нужно больше может скачать лицензию лицензию на 100 после того как вы скачали давайте распакуем архив распаковать распаковать вот сюда и сейчас я вам быстренько расскажу что зачем итак у нас есть четыре папки вот док тут документации если кто-то шарит в английском то может может почитать вот но кто не шарит тот не шарит далее папка лип здесь все нужны библиотеки которые будем потом подключать как клиенту таки сервера далее есть сорцы сервера серверов вот можно покопаться я очень советую тем кто хочет понять как работает ммо вот залезть папку ммо открыть проект и посмотреть а из чего и чего же состоит сам сервер там прекрасно показано что мама сервер должен управлять регионами то есть какой-то частью карты также он должен уведомлять подписчиков в каком-то событии ну и так далее чем кому интересно может почитать и посмотреть и папка deploy здесь непосредственно расположены все программы расположены и сами сервера папки bin это в папке в которых хранится экзешник до исполняемый файл который запускает сам сервер остальное это как бы приложение которое сам фото он поднимает у нас вот здесь есть сейчас 6 приложений вот в принципе о них я уже рассказывал в одном из уроков своих в первом опять же из прошлой серии можете посмотреть вот а мы сейчас пока не будем здесь устанавливаться мы сразу перейдем к сути давайте теперь создадим проект вот подключим базовой библиотеки удалим всего ненужное из файлов конфигураций и также включим логирование так как судя по комментариям в новом sdk что-то случилось с комментариями и у некоторых пользователей почему-то они не пишутся сейчас я вам расскажу покажу что же там случилось так вижу студия у меня почти загрузилась поехали сначала создадим новый проект так выбираем windows класс library фреймворк четвертый назовем то есть потом то есть потом лип так я выберу папочку вот такую вот он то есть то он лип хорошо дальше дальше нам нужно подключить нужно нам библиотеки и файл конфигурации для этого нажимаем на папку референсис правой кнопкой так нажимаем брауз теперь заходим в папку с нашим фотоном где мы разархивировали в папку лип здесь нам нужно выбрать следующие библиотечки эксид гейм логин лог фонет далее фотон сокет сервер и фотон хост рантайм трефейс из окей получилось вроде бы 5 добавились дальше нам нужно еще добавить файл конфигурации для для логирования так правой кнопкой по прожекту это эксайты и тем опять же заходим в папку теперь уже сорты сервер выбираем light далее light и здесь вот есть только нужно вот фильтре поставить all files а есть файл лог фонет вот так мы его добавили теперь выберем его и напишем вот здесь copy always итак давайте его сразу откроем и настроим наш конфигуратор настроен наш файл логирование итак первым делом что нужно сделать это изменить вот в этой секции лог файл аппендер который выводит логи файл имя вот здесь вот он нужно там заменить допустим на май лог файл так дальше дальше нужно раскомментировать вот эту вот строчку из-за нее как раз таки не создается лог в папке лог вот так вот интересно прозвучало так этот мы назовем допустим так май тест фатон лип лог хорошо и еще можем раскомментировать для перфоманс каунтер вот но мы не будем нам сейчас эта статистика не важна поэтому не будем вот нам нужно только пока это и еще а да здесь как раз таки у нас логи создат создадутся в двух папках я вам покажу потом там папочки нал и в папочке самый лог и еще нам нужно вот здесь вот в логер root level info изменить на дебаг чтобы у нас выводились месседжи дебаг у которых уровень дебаг я покажу это в коде что значит уровень сообщения на этом все с этим файлом можем его закрыть теперь давайте настроим наш класс исполняемый правой кнопкой по класс 1 или name как-нибудь его сейчас назовем давайте допустим май сервер назовем так вот у нас хочет переименовать давайте скажем да хорошо теперь нам нужно наш класс наследовать от application base так теперь нам нужно еще подключить пространство имен и хорошо теперь нам сообщает и шарпер что нужно заимплементить члены окей отлично теперь перейдем имплементации то есть реализация этих методов значит метод цвет у нас вызывается на начале здесь мы пишем вот такой вот код так файл равно не файл инфа так подключим пространство имен нужно и так это мы находим файл конфигурации читаем точнее находим его если нашли то мы применяем эти конфигурации к нашему стройку к нашему серверу вот и игреет первым и теперь давайте здесь просто сделаем ритурнал нас пока ничего не будет возвращать кейтпир хорошо так теперь насчет месседжер чтобы писать месседжи нам нужно ставить вот такую вот строчку привет и долги ай логер лог вот и он получает объект с помощью которого можно написать слоге так мы напишем лог . вот о чем я говорил значит тут следующее есть уровне месседжей то есть уровень дебаг это какие-то такие низко уровня то есть для тестов потом есть error ошибки фатал это вообще критичная инфа это просто какое-то сообщение которое чем-то оповещает ну и ворон тоже по моему типа что-то ошибка варнинг вот ну мы здесь пока давать дебаг напишем сообщение сервер из ready сервер готов вот ну и в tier down напишем сервер сервера стоп вот стопы наверно правильно писал мне важно сервер был установлен а так и на этом с кодом все теперь давайте еще выполним такую операцию нажимаем project тест фотон ли про пертиз далее переходим в билд вот здесь вот от под патч бронс нам нужно теперь создать папочку в нашем сервере так переходим в папку фотона деплой как вы помните у нас здесь есть бин это папки с самим фотоном до само приложение а также есть серверы то есть даже те приложения которые фотон запускает вот здесь нам нужно добавить новую папку допустим там мой сервер фолдер ну сейчас я именами изменяю специально для того чтобы потом в файле конфигурации когда мы будем настраивать наш сервер показать где какое имя и так значит создаем такую папку выбираем ее и здесь нужно создать папочку бин отлично выбор все хорошо control с закрываем теперь выполнен билд так билл solution она нам построила теперь еще можно нажать комбинацию control shift b но нам построить саму библиотечку так теперь значит мы переходим в нашу папку фотон деплой так дальше мы сервер фолдер бин видим здесь нашу где наша библиотека тест фотон липта наша библиотека файл конфигурации для логов и все что делать дальше дальше переходим в папку деплой выбираем ту папку вот из этих четырех которая подходит вам меня windows 7 64 битная поэтому выбираем вин 64 дальше дальше нам нужно еще сделать следующее запустить фотон control это приложение самого фотона вот но там оповестила на что новость нас файл вас фонд нет лицензии поэтому лимит на подключение установлен в 20 юзеры окей дальше жмем правой кнопкой так выбираем здесь дефолт и жмем старт с аппликейшен окей так нас фотон уже что ли запустился правой кнопкой open logs так смотрим что у нас здесь происходит так по моему он еще запускается все последний лод был сервайс из раненг то бишь наш сервер запустился вот тут видно что вот загрузилась сначала приложение light потом light lobby потом ммо потом counter publisher полиси и где-то тут должно быть нет наши здесь не будет потому что мы его не добавим сейчас мы его добавим так это можно закрыть и можно остановить сам фотон жмем стоп кликейшен значит вот он нас работает все но дальше заходим теперь фотон сервер configuration файл это файл конфигурации самого фотона то здесь мы теперь настраиваем какие приложения и какие сервера на правильно сказать приложение фотон будет запускать значит я в принципе буду делать не распределенный сервер вообще приложение вот кто не понимает о чем этот может это пока пропустить вот тот кто понимает тот понимает что мы не будем делать распределенной поэтому секцию slot balancing можно вообще просто снести нафиг вот мы так и поступим а значит выбираем load balancing и сносим 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 тоже сейчас носим снизили так теперь файл конфигурации стал значительно меньше теперь по настройкам первое что мы делаем это убираем ненужное что нам не нужно нам допустим кант так ммо нам не нужно white lobby light мы пока оставим вот ну я еще убирал counter паблишер потому что я его не использовал но мы пока можем это стать значит у нас останется приложение policy для того чтобы мы могли наш клиент запускать под веб-плеером или под flash у нас останется counter паблишер который будет какую-то статистику собирать и останется наше приложение наше приложение которое библиотечку которым написали ну давайте теперь а по ней итак name name это то как наше приложение будет наш сервер будет просто вот иметь название внутри конфигурации ну допустим он будет называться моей сервер или там май тест сервер дальше вот это имя нужно поставить applications default чтобы она по дефолту его убирала по умолчанию и также его нужно еще поставить web socket listener здесь тоже нужно поставить май тест сервер так больше по моему нету нету теперь дальше идем base directory base directory это имя папки в которой хранится наше приложение как вы помните я создавал специально папку с таким именем май сервер фолдер вот мы ее копируем так вместо light дальше идет assembly assembly это название вашей библиотеки либо нам space ну в принципе по моему вот библиотека компилируется с таким именем а вообще конечно название самой библиотеки вот можно посмотреть assembly name вот мы ее и выбираем и так вставляем это файл конфигурации вот сюда дальше идет тип тип это по сути класс название класса вот наше название класса май сервер копируем его вставляем вместо light application и здесь еще есть нам space у нас нам space вот тест фотон лид если у вас вложено это у вас будет вложено и какой то то есть нам нужно путь полный путь до нашего класса дальше еще идут настройки force auto restart нам не нужно watch файлы и слюд файл с это нам не нужно ничего все мы в принципе а сконфигурировали можем закрыть этот файл конфигурации а нет перед этим еще такое вот фишечку расскажу здесь вот есть вначале default название мы его можем поменять допустим на май инстанс май инстанс единственно что мы его нужно мы его должен скопировать и еще вот здесь в конце вставить сейчас я вам покажу зачем то есть это в по сути такая мини сборка конфигураций а еще была такая сборка которую мы удалили она была у для load balancing то есть можно сделать кучу таких вот сборок это будет и в этой сборке может быть какое-то количество приложений все сохраняем файл теперь закрываем exit photon control и запускаем его заново заходим в папку вашу photon control да так заново пишет что у меня нет лицензии ну нафиг правой кнопкой видим my instance то что мы писали с вами вот здесь вот my instance теперь нажимаем start с application правой кнопкой open logs итак а теперь теперь смотрим у нас какая-то ошибка выпала так сейчас сейчас мы ее решим да плохо я посмотрел все-таки нам нужно смотреть лог не потом дефолта потом my instance потому что вот этот файл отвечать за нашу конфигурацию так этот файл логов отвечает за наш вот новый приложение за наш новое приложение и здесь мы можем видеть что какая-то фигня происходит а ниже у нас тут происходит как раз таки загрузка нашего приложения вот about to load application my test server вот из какой-то либо дальше еще поднимается аккаунт publisher и policy вот у нас было там с вами три приложения вот они поднялись удачно и все нормально так какие нас еще логи интересуют еще у нас были такие логи с нашим помните название сейчас мы их откроем open так заходим в папку что мы имеем деплой нал и здесь вот есть наш файл открываем а здесь видите что вот у нас сервер был из это установлен закрыт и заново открыт вот сейчас он открыт судя по моему времени так только это не мои файлы почему потому что это папка фотон деплой нал так у нас остался light counter хорошо а здесь у нас есть вот он мой instance так здорово и так искали немножко не в той папке закроем это закроем с приложения так теперь 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 так у меня здесь было ты баг заходим в нашу папку деплой здесь есть папочка лог мы ее вот удалим так удалим нал мин 64 зайдем 0 и вы в свою удалим еще папочку лог так после этого мы можем смело теперь запускать мы instance старт так здесь у нас вот создается папочка эта папка непосредственно самого приложения фонд фатон контрол то есть она сюда выводит то что она загрузила там и так далее а вот папочки деплой есть папочка ну и есть папочка лог нам нужно папочка лог здесь вот есть май тест фатон лип если вы помните мы так назвали май тест фатон лип файл лога вот мы его можем открыть через а потом опин деплой лог и открыть мы видим два сообщения сервис и среди если мы его остановим здесь появится сервер в стопот а вот так мы подключили логи если вы в коде поменять сейчас вот здесь вот допустим слог на инфа ой с дебаг на инфа да нажмете control shift б чтоб перестроить библиотеку дальше выполните загрузку my instant start application правой кнопку опин лог то тогда мы тест фатон лип а здесь будет а уже сообщение инфа а вот она появилась 12 38 еще 12 минут сервер и среди здесь вот префикс инфа вот старого сообщения но это старое сообщение очень вот вот так мы можем работать с логами и теперь вы знаете где их искать а ладно давайте двигаться дальше значит теперь нам нужно создать а файл идем не те так это не вайтом юнити client а это здесь мы сосредоточим логику клиента на стороне сервера так двоеточие наследуемого пир бэйс подключим библиотеку так сделаем его паблик паблик теперь нужно переопределить конструктор и по моему еще наследовать методы хорошо так в конструкторе что мы будем делать в конструкторе в конструкторе мы просто запишем что к нам кто-то подключился для этого нам нужны сюда логи копируем вот эту вот строчку сюда подключаем подключим пишем лог инфа а плавер а кам не еще и и дальше он и получаем айпи только что подключившегося клиента дальше он оперейший на реквест и он дисконект значит он оперейший на реквест это когда клиент нам что-то присылает куда он что-то хочет заделать а вот а дабы ускорить этот процесс а ведем вот такой код значит а вначале мы определяем перейшин код это как бы код самого действия то есть что клиент хочет так если перейшин код равен единиц тогда мы получаем параметр то есть смотрим если параметр и что-то делаем а так мы подключили еще вот это пространство имен а вот ну в общем если мы присылаем перейшин код 1 то мы отсылаем обратно response а если два то мы и вент отсылаем а вот и все и он дисконект мы напишем блок дебаг дисконект когда у нас клиентов отключить отключить а так вот этот код мы а с вами дальше ходе написания будем изменять ну и другой конечно вот но это пока так чтобы все протестировать сохраним далее перейдем так то можно все закрыть мой сервер и здесь теперь будет вот здесь нам нужен протокол init request протокол здесь нам нужен пир потом пир отлично ну а теперь могу сказать вам что на сервер готов ну начальный конечно жмем control shift b далее давайте остановим и так еще раз соберем на всякий случай правая кнопка instant start application теперь а когда у нас уже сервер написан база мы переходим в unity так открылась unity а значит нужно создать три папки а sense scripts и plugins далее в папку plugins нужно поместить в библиотеку найти ее можно в photon lips photon 3 units 3d и вот эти три файла можно сюда переместить ну или одну dll нужно переместить в папку plugins а вот после этого а я сохранил сцену файл с перешел в папку sense назвал ее логин сохранил а так дальше в скрипт я создал два сиропскрипта первый это логин он пока пустой а второй это фотон сервер а давайте откроем фатон сервер и посмотрим что там а написано а итак у нас создался пустой скрипт а далее мы дописываем вот такую строчку и наследуем от него методы у нас появятся методы а дебаг реторн он оперейшн респонс он и он статус ч а дальше а добавим в начало вот такие вот константы а первая connection string это адрес и порт нашего сервера оставляем пока localhost 50 55 порт для дипи далее апнейм значит апнейм это название приложения мы можем вернуться в наш сервер а открыть так не сервер а файл конфигураций это папочка deploy а ваша платформа фотон сервер здесь мы вот указывали name для нашего аппликейшн а my test server вот его сюда и нужно вставлять ой ну да сделаем так my test server далее а нужно создать singleton сделать этот класс singleton ну в общем пока не заморачивайтесь ну просто нужно сделать singleton сеть далее сделать вот такое вот свойство photonpear метод мы смотрим если у нас уже создан объект то мы его удаляем иначе мы don't destroy никогда не будем удержать этот объект далее запускаем наше приложение фоновом потоке чтобы оно работало в бэкраунде и вот как раз таки инициализируем singleton в методе start мы создаем нового пира параметра здесь нужно указать первый это экземпляр который наследуется от интерфейса ифотон перлистонер ну это в общем сам этот класс поэтому зис второй параметр это по какому протоколу я удивился точнее даже не помню вот но теперь можно по http это очень круто ну в общем нам это не важно вот мы выбираем udp но имеем ввиду что можно через http это кто шарит немного вот и дальше выполняем метод connect сейчас мы его рассмотрим в методе update мы значит проверяем если у нас создан уже вот наш фотон пир то мы вызываем метод service дальше еще вот unity вызывает метод application quiet когда приложение закрывается поэтому мы там будем вызывать disconnect итак вначале мы вызвали connect и рассмотрим здесь тоже ничего сложного проверяем если у нас фотон пир создан то тогда мы выполняем connect передаем connection string это адрес и порт и апнейм мы его задавали в методе disconnect нам нужно вызвать disconnect дальше давайте вот определим точнее за имплементом наши определенные методы из интерфейса значит debug и торм удаляем строчку вон operation response это когда сервера что-то приходит мы смотрим какой оперейшн код если один то мы что-то делаем если default то мы говорим что ну мы не знаем что за operation response как вы помните клиент может получать либо события либо операции а сервер может ну только принимать какой-то request пользователя то есть сервер может в любой момент прислать event да нашему клиенту но вот операцию он не может прислать просто так клиент должен сначала запросить у сервера потом вот сюда вот в этот метод что-то получить вот дальше значит он event здесь когда сервер нам что-то присылает мы выводим и он статус change это когда меняется статус подключения то есть мы были подсоединены мы были отсоединены в каких случаях мы были отсоединены это у нас когда безопасный канал связи мы открываем какие-то ошибки могут тоже быть но мы пока его не будем использовать поэтому его и никак не пишем ну и когда статус не определен то мы об этом сообщаем и также я еще добавлял два метода потом пироп кастом это чтобы отправлять запрос на сервер как вы помните вот я отправляю с единичкой и с двоечкой то есть это тот самый оперейшн код вот если мы сейчас вернемся в наш сервер в unity client то мы видим вот здесь единичка здесь двоечка вот надеюсь понятно вот это в принципе параметры параметры то есть параметр с номером 1 параметр с номером 2 и на клиенте тоже точнее на сервере мы вот здесь проверяли если параметр с таким вот ключом если есть то мы его выводим все вроде я сказал единственное что сейчас так нам нужно это сохранить это у нас на стороне клиента unity у нас провинциализирует сервер мы уже запустили нажимаем ага нажимаем на main camera и сюда перемещаем наш фотон сервер дальше запускаем и видим такой вот статус connected to server мы можем теперь открыть на сервере логи my test photon lib и увидеть следующее увидишь что что у нас написалось сообщение наше player connection ip если мы закроем unity клиент наш то он пишется disconnected хорошо дальше мы должны сейчас клиента что-то послать я упрощаю задачу не будет никаких кнопок и так далее в принципе можно сделать потом я всего лишь сделаю следующее когда мы подсоединимся к серверу я выполню send так send operation так то есть вы помните что если я посылаю операцию то я должен получить ну какой-то респонс возможно то есть не обязательно но я могу что-то получить и так значит он operation response когда приходит ответ я выполняю send operation to отправляю операцию с номером 2 сохраняем заходим unity жмем play и так видим следующее сначала мы подключились потом мы отправили запрос да получили сервера response message потом мы отправили вторую операцию и получили receive event теперь смотрим что у нас на сервере это творится вначале мы подключились потом мы получили send message for event где это в коде на сервере смотрим вот начали мы получили вот это receive да потом мы получили вот этот receive создали создали event да вот с таким вот текстом и этот текст и вот этот текст да response response мы можем видеть у клиента вот response response а на этом в принципе все база дана теперь вы можете написать свои какие-то пакеты то можно уже назвать так вот теперь у меня есть еще пару дополнений которые бы хотел включить еще вот в этот первый вводный урок значит все что я буду делать я буду делать на в открытом доступе вы можете это легко скачать для этого вам нужно зайти на гитхаб вот на самом деле сейчас все пользуются репозиториями и если вы еще не знаете каким пользоваться то надо вам научиться и так я вот создал такой вот такую ветку репозиторий называется то есть фатонлип адрес вы видите сможете зайти на него и скачать весь исходный код и ну там в общем готовый исходный код того что вы сейчас видите ну по крайней мере будет для этого чтобы пользоваться фотоном вам нужно установить программку smartjit и настроить ее в интернете полно инструкций в принципе как настроить smartjit нужно настроить сертификат вот зарегистрировать аккаунт и тогда вы сможете сливать если вдруг у вас будут вопросы пишите в комментариях я тогда попробую записать для вас видео на этом все ждите следующего урока вступайте в группу вконтакте я буду публиковать видео туда удачи и до скорого пока